Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Inplines. И хотел бы вам сегодня презентовать свое семейство по LED-подсветке. Итак, давайте приступим. Так семейство выглядит изнутри. Вот оно на порном уровне. Пройдемся по параметрам. У данного семейства есть один общий параметр. Это Inplines. Здесь находится длина нашего участка LED-ленты. Он по сути единственный нам нужен. Дальше параметр сдвиг. С помощью этого параметра мы можем управлять сдвигом нашего радиуса относительно прямой линии. В общем, на практике все пройдем. И группа моделей, сочетательные приборы и описание LED-лента. Загружаем в проект, закрываем, сохраняем все изменения. Вот, нарисовал уже маленький участочек. Продолжим рисовать на основе грани. Выбираем две точки, которые мы хотим соединить. Дальше, что мы можем сделать, это вручную указать, допустим, 200 мм сдвиг относительно прямой линии. Или выбрать вообще прямую линию. Мы галочку убираем. Линия подсветки становится прямой. Галочку ставим. Теперь у нас это дуковой сегмент. Можно за ручку потянуть и изменить его радиус. Радиус мы можем посмотреть здесь. Вручную убить его не получится. Чисто для информации, кому нужно. Причем длина дуги считается, когда радиус. Вот она. Правильно. Если галочку убираем, то длина будет равна длине обычного прямого участка. Итак, дальше на вкладке «Анотации» можно выбрать «Маркировать по категории» и маркировать данный кусочек лета. Вот такой вот марк. Марка тоже будет в комплекте с семейством идти. Если мы сейчас изменим вид нашей подсветки. Допустим, хотим отзеркалить в другую сторону. Нажимаем на этот значок. То лет лента показывает ее длину уже в виде дуги. То есть все работает правильно и считает тоже правильно. Так же. Мы видим вот этот участок, ее скруглим. Дубой. Вот как-то так. Каждый участок маркируется отдельно. К сожалению, вместе одной маркой вывести длину не получится. Только таким образом. Для того, чтобы получить общую длину лет ленты, нужно создать спецификацию лет подсветки. Вот она у меня уже есть, создана. Где из описания информация берется и считается общая длина. Общая длина считается из параметра int длина, который я засунул сюда. И не забудьте форматировать, не поставить значение для этого параметра, выяснять итоги. И все у вас будет замечательно. Вот такой вот вам подарок. А сейчас минуточка, в которой я расскажу о своих курсах. Итак, семейство вы можете скачать по ссылке в описании. Подойдите на сайт. Категория электрика. Семейство для ленты. И здесь есть галочка, кнопочка загрузить. Вот это новый сайт. Я его создал буквально сегодня. Поэтому здесь еще только это одно семейство будет. Дальше он будет наполняться другими семействами из разных категорий. Пока их семь, но будет больше. Вот. В категории электрика будет наше семейство. Для тех, кто хочет научиться делать семейство сам, я сейчас провожу курс онлайн. Он пока проходит по созданию семейств. Вот программа курса есть полностью на сайте. Ссылка на программу тоже будет в описании под видео. И на данный момент мы уже потренировались с простыми элементами, такими как кубики всякие разные. И создали стол прямоугольный и стул со спинкой. И начали делать офисное кресло. Немного отклоняемся от того, что здесь написано. Но сейчас я вам покажу, что мы уже на данный момент сделали. Так, мои курсы. Видимо, здесь вот у меня есть отдельный проект для теста семейства. Там сейчас должны быть два моих последних семейства. Мы вместе с ребятами все это делаем. Показываю, как пошагово получить то, что вы хотите видеть у себя в проекте. Итак, на данный момент мы стали уже сразу не просто стол делать, а стол с красивыми ножками. Причем ножки можно выбирать. Допустим, делать круглые. Прямоугольные. То есть все, что же душа пожелает, то и делайте. Вот классическая ножка. Стул не параметрический, но я считаю, что он не должен быть таким. Вот он наш стул. Это на самом деле мы создавали на основе стула икеевского. Стефан. Так что, если кому нужно, то вы можете его изготовить, пройдя мой курс. Дальше мы еще начали создавать офисный стул. Покажу основу. Вот такой. Я думаю, многим этот стул будет знаком, кто работает в офисе. И мы решили создать его, так как достаточно популярная модель. И, думаю, будет пользоваться спросом данное семейство. Курс уже идет, но вы еще можете на него попасть. Посмотреть уроки в записи, которые прошли. Прошло всего 4 урока. Если же вы смотрите уже в записи спустя какое-то время, то, я думаю, данный курс доступен для просмотра вами в любое время. Удобное для вас. И еще один курс. Это курс по интерьерам. Он завершился еще этой осенью, но много желающих до сих пор, люди проходят этот курс. В этом курсе я рассказываю о том, как создавать интерьеры. Не архитектурный проект, а именно интерьеры. Разница, я вам скажу, на самом деле очень большая. Архитектурный проект абсолютно другой. Он включает в себя другие чертежи, чем нужны дизайнерам. Именно поэтому я создал этот курс на основе своего опыта создания дизайн-проектов. Привет. Кому интересно, ссылочку я оставлю тоже в описании под видео. И, ребята, если у вас есть вопросы, задавайте. Можете задавать их в чате, в Телеграм. Там много ребят уже, профессионалов крутых, в простым дисциплинам и по архитектуре, и по конструкциям, и по инженерным сетям, и по дизайну интерьера тоже. Можете вопросы задавать там. Всех вас жду. Спасибо, что смотрели это видео. Всем пока.